Добрый день, меня зовут Самойленка Наталья и с вами снова канал Европлант Лайф. Сегодня я хочу рассказать о небольшом чуде. В нашем садовом центре зацветла магнолия. Нет-нет, это не реклама. Мы не продаем магнолий и пока точно не будем уверены в зимостойкости этой культуры, в широкой продаже эти растения вы у нас не найдете. Ну, если только вы не хотите с нами поэкспериментировать. История этого растения очень проста. Наш директор очень любит магнолию и ее новостные ленты пестрят ее цветами в период цветения. Однако, мы давно смирились с мыслью, что магнолия не для нас. Хотите полюбоваться цветением магнолии? Езжайте в Европу, Америку или в Японию, откуда, собственно, она и родом. Но ведь всегда очень сложно смириться с мыслью, что что-то не для нас. Так и получилось и с магнолией. Кто-то из коллег сказал, что есть два вида, которые чисто теоретически могут зимовать, расти и даже цвести в нашем климате. Это кобус и стеллата, то есть звездочная. Кобус мы не нашли, а вот один экземпляр звездчатый все-таки привезли. Мы должны были ее посадить у нашего руководителя Елены Поляковой. Но уже не помню, по каким причинам до дачи мы так и не доехали. Так магнолия и осталась расти в нашем садовом центре. Особых надежд и иллюзий, что растение перезимует, мы не питали. И каково же было наше удивление, когда весной мы обнаружили не только, что магнолия перезимовал, но и готовится зацвести. Несколько слов об этой культуре. Родом она из Японии, с острова Хансю в районе залива Иссе. Там ее можно встретить на заболоченных территориях. В Европу и Америку ее завезли в конце 19 века. В России она появилась немного позднее. Долгое время стеллату и кобус не различали и относили к одному виду. Но с недавних пор стеллату стали считать самостоятельным видом. Цветет магнолия на побегах прошлого года, еще до распускания листьев. Цветки крупные, до 10 сантиметров. Количество лепестков варьируется от 12 до 30. Цветы ароматные. По цвету варьируются от белого до темно-розового. Не удивляйтесь, если ваша нежная розовая магнолия вдруг на следующий год стала темно-розовой. Или наоборот. На интенсивность окраски влияет дневная и ночная температура, освещение, температура во время цветения. Плюсом этих видов является то, что цветение начинается в достаточно раннем возрасте. Листья появляются немного позднее. Сначала они зелено-бронзовые, затем плотные, глянцевые. Кобус и стеллаты медленно растущие культуры. Высотой не более 2-2,5 метров, но в ширину достигают около 4. Выбирая место под посадку, старайтесь, чтобы место было солнечным и безветренным, а почва кислой. В интернете нашли целые споры, когда лучше высаживать магнолию. Весной или осенью. Одни говорят, что лучше осенью, когда растения в состоянии покоя, другие ранней весной. На мой взгляд, оптимально в середине-конце мая, когда риск обратных заморозков минимален, а почва уже прогрелась. Весной все-таки у растения больше шансов укорениться, нежели осенью. Я ни в коем случае не агитирую за магнолию. Не утверждаю, что это беспроблемное растение. Прошлая осень, зима и текущая весна почти идеальны. Но если в вас есть авантюрная жилка, или вы страстный поклонник магнолии, то можно присоединиться к нашему эксперименту. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова